Вы смотрите очередной выпуск программы Иран Сегодня. С вами я, Фархат Ибрагимов. Здравствуйте. Итак, Иран стал полноправным членом Шанхайской Организации Сотрудничества. Событие масштабное, геополитического характера. Ранее страна имела статус наблюдателя в этой организации. Странные участницы Шанхайской Организации Сотрудничества одобрили вступление Ирана в свои ряды на правах постоянного члена. Заявил глава иранского министерства иностранного отдела Амир Абдуллахиан. Вот что заявил глава иранского МИД Амир Абдуллахиан. Мы рады, что документ о постоянном членстве Ирана в Шанхайской Организации Сотрудничества был одобрен лидерами организации в присутствии президента нашей страны Ибрагима Раиси. Сегодня, в пятницу, в Душамбе, но имеется в виду на прошлой неделе. Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики добрососедства, а также в рамках ориентированной на Азию политики. Я напомню, что в настоящее время странами-членами ШОС являются Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Пакистан, Индия. Афганистан, Белоруссия и Монголия являются государствами-наблюдателями, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка партнерами. Сам Тегерам получил статус наблюдателя в ШОС в 2005 году, однако принятие его члена организации затягивалось из-за периодически менявшихся обстоятельств. В частности, долгое время поддержку по поводу членства Ирана не выражал Китай. Было высказано в предположении, что это связано с наложенными на Исламскую республику санкциями Вашингтона и враждой Тегерана с Эр-Риадом, пренебрежение которыми могло ухудшить взаимоотношения Пекина с западными и аравийскими государствами. Этой же версии придерживаются и некоторые отдельно взятые российские средства массовой информации. Выступил по поводу ШОС и сам президент Ирана Ибрагим Раиси, назвав полноправное членство Ирана в ШОС дипломатическим успехом. Он отметил, что присутствие республики в составе организации создает прочные экономические связи между странами и означает включение Ирана в экономическую инфраструктуру Азии. Он призвал МИД своей страны и другие профильные ведомства обеспечить все необходимые условия, чтобы как можно скорее включиться в работу. Также говорится, что за время его визита в столицу Таджикистана, в Душамбе, странам удалось договориться о новой главе в экономических, политических и культурных отношениях. Это была прямая цитата. Для Раиси вступление в ШОС по-настоящему является дипломатическим прорывом. То, что не мог или не хотел делать его предшественник, Хасан Рухани, по сути удалось сделать за месяц пребывания Раиси на президентском посту. То есть консерваторы уже могут гордиться крупными дипломатическими победами. Хотя надо отметить, что провалы тоже уже имеются в других направлениях. Но сегодня не будем о грустном. Ранее Раиси призвал страны ШОС создать условия для развития Афганистана, чтобы страна могла преодолеть нынешние проблемы. Он заявил, что страны региона должны оказать содействие афганского народа таким образом, чтобы там смогли сформировать инклюзивное правительство. Болевая точка Ирана. При этом Раиси призвал не вмешиваться в дела Афганистана извне, чтобы не провоцировать нестабильность. Журналисты уверены, принятие республики в организацию после частичной нормализации связей с Саудовской Аравией и начала переговоров с США косвенно подтверждают такую точку зрения. Также вступление Тегерана в ШОС ранее не желало Душанбе из-за разных взглядов двух стран на статус партии Исламского возрождения Таджикистана, ПИФТ, признанные в своем стране государстве террористической организацией. Говоря о возможных выгодах Ирана вступления в ШОС, необходимо исходить из нескольких довольно деликатных, но четких нюансов. Первое. С вступлением в альянс Тегеран рассчитывает на развитие более тесного экономического сотрудничества с его участниками, в первую очередь с Пекином и Нью-Дели, что позволит ему снизить пагубное воздействие на западных санкций. Раиси в своей речи обратил внимание на эту проблему, призвав ШОС разработать внутренние механизмы для борьбы с подобными ограничениями. Второе. Иран сможет обеспечивать потребности членов альянса в горючем, а взаимная поддержка участников организации, включающей почти половину населения планеты, заметно ослабит влияние Запада на экономику Исламской Республики Иран. Также президент прямо заявил, что готов помочь Китаю в реализации проекта «Один пояс и один путь», один из маршрутов которого должен пройти по северной части Ирана. Опять же, по мнению различных СМИ, членство Шанхайской Организации Сотрудничества может оказать на Иран не только положительное, но и довольно негативное влияние. Теперь Исламская Республика имеет возможности для более плотного сотрудничества в области региональной безопасности, в частности по ситуации в Афганистане. Данный вопрос стоит на повестке дня у большинства стран-участниц Альянса, так как многие из них опасаются использования экстремистами территории Республики в качестве плацдарма. Но тоже больной вопрос. Эксперты склоняются к тому, что значительных выгод от членства в ШОС Тегеран не получит из-за ориентированности Альянса на сотрудничество в области безопасности. Вдобавок, статус постоянного участника предполагает наложение ряда обязательств. То есть Иран будет вынужден поддерживать ту или иную сторону при решении спорных вопросов, которые его национальные интересы не затрагивают, но способны повлиять на взаимоотношения с союзниками. Примером подобной ситуации могут стать территориальные споры между Индией и Китаем. Также не исключено, что вступление Исламской Республики в ШОС, где ключевые роли играют Китай и Россия, вызовет довольно негативную реакцию у аравийских монархий, которые держатся далеко не пророссийской и прокитайской политики. И теперь могут воспринять Тегеран как инструмент влияния, соответственно, Пекина и Москвы на Ближнем Востоке. Сама по себе ШОС является довольно тяжеловесным игроком с четырьмя ядерными державами. Хотя Индия в последнее время склоняется к взаимодействию США, поддерживая присутствие сил антлантизма в Индийском океане и являясь членом четырехстороннего диалога, пока Нью-Дельюс уже не готов идти на разрыв с коллегами по ШОС, поскольку там понимают важность географической близости, отражающей геополитическую судьбу и регионы, ну в том числе и геополитическую реальность. Так или иначе, Америка далеко, а Китай, Пакистан, Россия и Иран, они под боком. Учитывая роль Ирана в сирийском миротворческом процессе, а также связи с сопротивлением в Ливане и Палестине, его новый статус будет бесспорно влиять и на ближневосточную политику. А вот скоординированные решения ОДКБ и ШОС могут значительно ограничить попытки каких-либо внешних стран проводить деструктивную политику, то есть любую долгосрочную стратегию, угрожающую нашим национальным интересам в регионе. Таким образом, иранцы обретают выгоду, консерваторы укрепляют позиции, а ставят дело за урегулированием других дипломатических проблем. Конечно, ситуация ШОС довольно непростая. Мы должны прекрасно понимать, что у ШОС есть свои взгляды и свои интересы в отношении Ирана. Не все члены Шанхайской организации сотрудничества были заинтересованы в том, чтобы Тегеран стал полноправным членом этой организации. Да и надо отметить тот замечательный факт, что и у России, и у Китая есть свое видение в отношении ШОС. Китай видит эту организацию в перспективе как структуру, которая могла бы иметь более экономические выгоды, и более, скажем так, экономическое плотное сотрудничество и площадку. В России считают несколько иначе. Не видит, конечно же, экономическую площадку, но прежде всего задача ШОС обеспечить безопасность в регионе Большой Евразии. Кстати говоря, иранцев именно этот вариант и устраивает больше всего. Ну а уж как будет Иран заявлять о своих интересах в рамках ШОС, то то, что называется, и время покажет. Подписывайтесь, телеграм-канал Фархад Ибрагимов, Вестник Кавказа на YouTube. До следующего раза.